Сегодня в правительстве подвели итоги работы службы занятости населения. Как обстоят дела на рынке труда, расскажет Милана Поварницына. Безработица, особенно в отдаленных районах Кировской области, сегодня главная забота службы занятости населения. В частности, это Кикнурский, Малмышский и Тужинский районы. В населенных пунктах постоянно проводится мониторинг ситуации. Для ее исправления безработные труды устраиваются временно, на общественные и сезонные работы. В Тужинском районе был создан сельскохозяйственный корпоратив, а жители Кикнурского района начали работать вахтовым методом в республике Мариэл. Также, чтобы снизить напряженность на рынке труда, в моногородах жители получают субсидии для организации своего бизнеса. Создаются рабочие места и в рамках инвестиционных проектов. С начала 2012 года в моногородах было создано 3791 новое рабочее место. Из них 953 рабочих места на градообразующих предприятиях. В этом году было создано более 100 новых рабочих мест для инвалидов. Например, они могут работать охранниками на пульте управления или бухгалтерами. В рамках государственной программы содействия занятости населения было трудоустроено около полутора тысяч инвалидов, в том числе более 700 на постоянные рабочие места. И еще одно направление деятельности было связано с квотированием рабочих мест на предприятиях. То есть больше 5000 вакансий было выделено для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. И более 3000 инвалидов уже работают. Министерство труда и социального развития Российской Федерации проводит мониторинг по качеству предоставления государственных услуг среди субъектов Российской Федерации. Так вот, в соответствии с этим мониторингом, по показателю уровня трудоустройства инвалидов от обратившихся в службу занятости, Кировская область из 83 субъектов Федерации занимает 15 место. Уровень трудоустройства у нас превышает среднее российский на 12%. Это очень хороший показатель. В службе занятости населения ведется работа и по трудоустройству женщин, которые воспитывают несовершеннолетних детей, а также профессиональному обучению матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Больше тысячи женщин трудоустроено, и 130 прошли обучение по различным программам. В грядущем году работа по трудоустройству населения продолжится. Илана Поварницына, Сергей Щекин, Вести, Кировская область.